Всем привет! Я представитель компании Heliwell. Хочу представить наш популярный продукт. Мы целенаправленно сделали нашей целью не дорогой сегмент частных автомобилей легковых, а то, что нужно людям. Развозные грузовики. И им мы дарим авиационные технологии композитов. В чем смысл нашей работы? Почему не металлическая, а именно композитная крыла лучше? Ну, для начала это удобно. Допустим, вы работаете на своем развозном грузовике. И, как вы знаете, если вы бампер побили, например, то он обычный пластиковый черный. Красите его. Не надо ставить его сразу. Покупайте новый, ставите его на машину и ездите дальше. В итоге никаких простоев нет. Если же вам надо заменить крыло, то крыло вам необходимо не просто купить металлическое, но еще и покрасить. И таким образом получается, что вы платите как бы несколько раз. Само крыло, допустим, стоит 50 евро. Но работа по его покраске, вам говорят, подготовка к покраске, выравнивание, покраска обойдется где-то порядка еще 100 евро. Итого, просто для того, чтобы купить крыло покрашенное, вы потратите 150 евро. Это просто по самым скромным подсчетам. Ну, еще монтаж и прочее я уже не беру. Ну, вот теперь представьте. Допустим, вам надо поменять деталь, крыло. Морда разбита, вы купили бампер, заменили. И у вас остается вопрос, какое крыло купить? Наше, композитное в цвет, готовое уже за 50 евро. Или, допустим, металлическое, китайское, за те же 50 евро, но в металле. Только вы еще знаете, что металлическое крыло нужно еще красить. А наше, просто заказать, получить коробочку, вынуть из коробочки и поставить на автомобиль, прикрепив все остальные элементы на штатные места. Как вы видите, все штатные места сохранены. То есть, это крыло Дуката. То есть, все штатные места под резьбу не проворачиваются, проверены. Эта резьба заново нарезается. Так, все крепежи совпадают. Немножко мы изменили вот эту часть, торцевую, но это не принципиально. Для чего мы ее изменили? Для того, чтобы она была прочнее. А теперь я объясню, почему наше крыло лучше, чем, допустим, металлическое. Что даже если вы купите его не за 50 евро, а за 100 евро, все равно вы будете в выигрыше, не только по деньгам. Наше композитное крыло лучше по нескольким параметрам. Во-первых, оно не ржавеет. Ему, в принципе, плевать на воду, грязь, соль, кислоту. Оно прочнее. Оно просто прочнее. Вы никаким образом не оставите в нем мятия. Вы его не прогнете, не помнете. Не исказите его форму. У него просто нет остаточной деформации. Видите? Его можно сломать, но только при большом усилении. И даже это мы закладываем в его конструкцию. Потому что в момент аварии оно должно разлететься, не поломав крепление на кузове. То есть все, что у вас металлическое, все стоит дорого. То есть, соответственно, вся машина стоит дорого. И вот это крыло должно разлететься и отлететь. А не вырывать крепление на дорогих элементах кузова. Кроме того, оно прочнее. Еще и потому, что оно не гнутое и сваренное точечной сваркой местами. А практически цельнолитое, сложной формы, профильный элемент. Видите? Который имеет за счет своей формы и цельнолитой конструкции повышенную жесткость. У него уникальное лакокрасочное покрытие. Это не краска и не лак. Который, как вы знаете, на обычном автомобиле составляет всего несколько толщину, несколько микрон. Это специальное, я говорю, покрытие лакокрасочное по-настоящему. Это что-то сродни полиуретановому лаку, твердому. Называется гель-код. Так мы его называем на производстве. Толщина его от 1 до 2 мм. Что это значит? Ну, это значит, что он ремонтопригоден. Все знают, что машину легко поцарапать. И для того, чтобы убирать царапины, существует масса паст. В том числе и шлифовально-полировальные. В реале это, конечно, иллюзия. Потому что при толщине лакокрасочного покрытия в несколько микрон, если царапина будет превышать эти несколько микрон, то вы уже ничего не заполируете. Придется красить целиком деталь, либо ездить так. В нашем же случае вы просто берете шлифовальную бумагу, 500-ю, стираете полностью царапину. Дальше идут 700-я шкурка, 1200, 2000, 3000. И после этого круг с полировальной пастой. И крыло у вас как новое. В случае, если кто-то по хулиганским побуждениям пробил в вашем крыле дыру. Ну, мало ли. Была авария, и какой-то штырь воткнулся вам в крыло. Да, такое, в принципе, возможно. Как совершается ремонт? Берется болгарка и вырезается, зашлифовываются все края повреждения. С двух сторон. Затем, с обратной стороны, накладывается. С той стороны вы можете положить специально для защиты скотч, наклеить. А с этой стороны закрывается новым матом с полиэфирной смолой. В принципе, наверное, можно бы и эпоксидкой, но нежелательно. Лучше, конечно, полиэфиркой. Я думаю, это несложно будет приобрести, они продаются в ремонтных магазинах. После этого, когда все застывает, вы снимаете скотч защитный, берете такой уж точно гель-код, покрываете. И когда он встает, вы просто то же самое. Начиная с шлифовываете все неровности, и с 500-й шкурки начиная, до 3000-й и полировальный круг. И у вас опять как новое крыло. Ну, конечно, для этого потребуется сноровка. Кроме этого, особенность этого полимера в том, что он не дает ничему к нему прилипнуть. Краска, смола, всякие гудроны счищаются легко ногтем. То есть, если что-то там прилипло, вы просто счищаете ногтем. В крайнем случае, возможно, применение различных растворителей. Потому что по истечении времени этот полимер очень устойчив к разного рода растворителям или агрессивным средам. И главное, вы не тратите ни время, ни денег на уже не нужную покраску. Гладкую поверхность мы создаем для вас уже прямо на фабрике. Единственный минус пока наших крыльев, то, что мы не можем делать их много. Это не штамповое производство, и приходится работать с каждым крылом индивидуально. Поэтому уже сейчас, при возросшем спросе на эти крылья, заказчику приходится ждать порядка недели. Посмотрите еще на наши нюансы. Мы сразу делаем крепление для монтажа. Мы аккуратно обтачиваем все крыло, обрабатываем по периметру. То есть, его можно держать в руках, и оно прямо просто игрушечка. Также мы провели эксперимент по выламыванию этих креплений. Мы закрепили все это дело на месте. И оно сломалось практически так же, как сломалось бы, допустим, крыло в случае аварии. То есть, при очень большом усилии. Вот и вся презентация нашего изделия. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите под видео, либо можете сразу на адрес info.sobaka.helewell.cz Всем спасибо за внимание, всего хорошего!